Здравствуйте, меня зовут Ольга. В недавнем прошлом я гражданка Белоруссии. В Никен пришла по счастливой случайности. Ну, теперь-то я уже понимаю, что случайностей встречи не бывает. Пришла на продукцию, работала успешно в Подмосковье на пластиковом производстве, была начальником цеха, хотя по профессии я культ работник. Так случилось, что я приобрела продукцию, и дабы от меня отстали, работала, не укладая руки-ног, в две смены, потому что ответственность была большая. Вот, и когда... смотри, как заработал... О, пришлось. И когда я поняла, что продукция неким образом работает на меня, я задумалась, что же это такое. Хотя мне моя спонсора звонила, приезжай на презентации, интересно все о продукции, все. Меня это не волновало, не интересовало. Вот, и я потом все-таки ощутивно тебе подумала, что, может быть, правда разобраться хоть как-то чуть-чуть в этом деле. И случилось так, что моя сестра в Белоруссии позвонила и говорит, Оля, почему-то случилось с мамой такое, что она просто уже обездвижена и лежит уже две недели в больнице в безнадежном состоянии. Так что, если ты хочешь увидеть маму, то приезжай. Естественно, я без билета поехала на вокзал, проглатила деньги, естественно, меня определили в купе проводника. Так, вот, и я приехала в 5 часов утра на вокзал, и тут же натошли в больницу. Хотя я позвонила вечером сестре, говорю, я приеду и сразу в больницу она меня отдает. Ну что ты, не езжай, не трать время, туда не пускают, и все, и все. Я говорю, как, я приеду из Москвы к маме, к умирающему человеку, и меня не пропустят? Да такого быть не может. Я действительно попала к маме, она была помещена уже в углу, на коридоре, как безнадежно больна. Вот, и она не разговаривала, она уже мало кого узнавала. И когда я приехала, конечно, плакать мне было, как бы, непозволительно, вот, перед ней, я сняла ожерелье с шеи, я сняла пояс с флексом из стали, на маму просто приложила сверху, я сняла на пульсник и браслет с запястья, стельки купила с носочками белыми, одела ей на ноги, и стала делать макбоем массаж, по сердцу изначально. Вот, потом, и воду, мы всегда носим воду с собой, потому что мы уже привыкли пить хорошую воду. Вот, и поэтому у каждого консультанта уже, как бы, это заведено, мы имеем с собой бутылку воды. На тот случай я, конечно, сделала в Москве двухлитровую бутылку. Вот, мы покупаем специальные бутылки, чтобы вода, наша вода, она пластик разъедает, так как камни выводят из организма, так и пластик любой. Вот, мы покупаем биопластик, поэтому у меня была вода с собой, и я стала поить маму лежачей этой водой, капельно. Она не могла уже ни пить, ни встать. Вот, через полчаса массажа моего макбоем я увидела румянец на лице у мамы, и она захотела встать. Я говорю, мама, это Оля, я приехала из Москвы, она меня стала уже рассматривать, и все-все-все. Ну и в общем, в итоге, когда уже время подходило осмотра врачей, то донесли к главному врачу отделение, что приехала к Татьяне Владимировне врач, дочь из Москвы, врач. Вот, и, значит, Татьяна Владимировна встала в туалет, прошла. Уже шепот пошел по всему отделению. Как так, если женщина две недели лежала полностью, правда, на тот момент у нее выкачали 12 литров жидкости из организма, вот, у нее, господи, сохранить, водянка была такая, вот, ну, это, в общем-то, посодействовало и моему, наверное, ну, как бы, такому вот реанимированию, скажем. Вот, и, значит, пришла эта заведующая прямо ко мне, и я ее попросила любезно вывести мою маму из отделения. Дайте вот выписку из больницы. Она говорит, как, вы берете на себя ответственность? Я говорю, да, я беру на себя ответственность за маму. Я тот же день повезла маму в Гомельский областной кардиологический центр на консультацию и УЗИ сердца и брюшной полости. Заплатила там определенную сумму денег, проконсультировать у главного кардиолога области. Когда маму вывели из этого уже кабинета, я попросила откровенно поговорить с этим врачом, и он сказал, вашей маме нужно другое сердце. Так как она по возрасту не подходит, то ждите мои соболезнования. Когда я пошла к другому врачу, где мы оговаривали брюшную полость УЗИ, то мне сказали, что, а что вы хотите, почка одна не работает вообще? Вот. Вторая уже на сжатии конкретном там. И цирроз печени. И камни там, и камни там, и... Ну, мы не можем уже, мы бессильны. Я поблагодарила всех. Ну, и, в общем-то, приехала домой и стала маму поесть. Личменю. Я пробыла там три недели. На время оставила Никен. И благо то, что Никен позволяет нам отойти в свои какие-то личные планы, в свои какие-то действия, даже в отдых, как Анна сказала. Отдыхали там, а здесь работа идет. У меня на тот момент не было группы, не было команды, но я осталась в статусе, в том, которому я пребывала до объезда. Вот. Когда я стала маму поесть ячменем, банка ячменя уходила на неделю. И на тот момент только ячмень у нас был и лактоферин. Лактоферин, это как врачи уже знают, я не врач. Лактоферин это капсулятор раковых клеток. У мамы было 80% онкологии. Вот. Ну, история очень хорошая. Для меня это очень красиво. Вчера я звоню, сон приснился плохой, черника сушена. Я знаю, что это к слезам. Я позвонила маме. Говорю, мама, как вы? А, вот, кстати, мама, как вы? Звоню раз, второй раз. Думаю, ну все, наверное, сон в руку, не дай бог. Звоню третий раз через час. Говорю, где вы были? У нас на «вы» всегда родители называются. Она, «Ой, да я уж бежала-то и как!» Слышу звонок. Я говорю, где вы были? «Да, Павловна ж клубнику, вот Гришка будет огород перепахивать, так что вы клубнику эту!» Я говорю, «Ну, слава богу!» «Да вот спина что-то уже...»